Дядя Рома бреет четко, поэтому мы поверим. Бруклин Продакшн представляет Приветствую вас на канале Опасная Бритва Бруклин Продакшн И сегодня у нас будет бюджетное бритье Бритье, которое от меня долго ждали И вот я сегодня решился на такое бюджетное бритье Хотя хочу вам рассказать, что такое в моем понимании бюджетное бритье Сначала я вам покажу всех действующих лиц, а потом мы начнем наш процесс бритья Первое, мыло Мыло сегодня выступит в нашем бюджетном бритье Это мыло Клабмен Вот так вот коробочка выглядит этого мыла Когда мы ее открываем, мы имеем вот такую коробочку Пластиковая, хорошая коробочка Достаточно удобно с ней работать Значит, это мыло 59 грамм всего лишь заявлено А стоит оно достаточно дешево, несколько долларов Доллара 3, по-моему, стоит это мыло Могу ошибаться, могу ошибаться, но недорого Мыло достаточно бюджетное То есть вот такое белоснежное мыло, красивое Пахнет свежестью таким вот Очень приятный запах, как мне сказали И поэтому люди остались довольны этим запахом И самим мылом, как по его рабочим качествам мы сейчас посмотрим Немножечко его намочу, просто поверхность И закроем его немножечко, отложим это дело Значит, помазком сегодня будет сбивать это дело Помазок от компании DS Cosmetics Вот такой красавец помазочек Таксида сам узел Черный низ, белый верх Очень красиво Ручка, на мой взгляд, как под цвет мрамора Она действительно так отполированная Очень красивая, блестящая Такая, как заявлено, специальная такая смола Пластик Вот такой вот ручкой Мы имеем с тыльной стороны компанию DS Cosmetics Их ней логотип компании И указано, что это 26 миллиметров DS Cosmetics Shaving Club 26 миллиметров Замечательный помазок Имеет вес Уже испытан этот узел, скажем так, 26 миллиметров Эта синтетика Достаточно хорошо отзывается в работе И очень приятный на ощупь Ручка стандартной формы Такой барберский вариант Без всяких каких-то новомодных вещей Просто удобная, приятная ручка Достаточно высокий Ни короткий, ни маленький Вот такой помазочек Значит, замачивать мы его не будем Я его вчера подготавливал Просто помыл Сейчас он просто с полоской водичкой Намочу И все Значит, станком Станком сегодня выступит Сегодня не будет опасной бритвы В нашем бюджетном бритье Сегодня выступит вот такой вот станочек Тэшка пластиковая С какими-то металлическими вставками внутри Значит, хотел вам показать упаковочку Специально его обратно вложил в упаковку Для того, чтобы вы видели Как он В каком виде он продается То есть, идет станочек К нему идет такой специальный блок лезвий Пять штук лезвий Вилкинсон сорт То есть, меч Вилкинсона Достаточно бюджетный помазок Я его заказывал давно С Великобритании, к моему Пришел он за 6 или 7 долларов Ну, это с пересылом Со всеми делами То есть, я думаю Достаточно дешевле его Можно купить на месте То есть, не переплачивая Не хватая первой попавшейся в палатке Наверное, в магазине Где-то еще, где вы увидите Значит, с тыльной стороны У него идет описание Вот тут мне понравилось Как устроено его лезвие Состав Написано, что это компания Вилкинсон сорт GMBH Золинген Германия И различные дистрибьюторы В Польше Там всякие разные Написано Not for sale Under 18 То есть, не для продажи Кому нет 18 лет А как им бриться Кому есть 17 Ну, тоже хороший вариант Может быть, родители купят Принесут Тоже интересно Значит, сейчас его быстренько распакую Хотя, он уже распакованный Просто Еще раз говорю Хотел вам показать упаковочку Так Сам станочек Станочек представляет собой Пластиковый вариант Такой Внутри металлическая вставка Имеет вес Не какая-то там легкая пустышка Достаточно такой вот вид у него Внушительный Внушительный в том плане, что Мы имеем вещь Вот это видно сразу Не какой-то китайский Пластмассовый Одноразовый станочек А этот уже станочек Рассчитан на много лет работы Так я предполагаю И я смотрел отзывы Об этом станке Все достаточно положительные Хорошие Скажем, средние отзывы Это не является супер-пупер Комфортным бритьем Таким может быть Кому-то Сегодня посмотрим Ребят, не буду зарекаться Сегодня посмотрим Значит, лезвие Лезвие идут в такой штучке Обычной Пять штучек Очень приятно Все в комплекте Не надо ничего искать То, что мы имеем Значит, лезвие я уже поставил Быстренько вставил его Вот Очень ровненько зашла Как бы его даже не промывал Ничего Просто достал Вставил Никаких клеющихся на нем Вещей не было Ну, посмотрим Как он сегодня будет Пока отложим эту часть Этот станочек Значит И сегодня Автошейвом выступит У нас Опять же Таким компания Пин-Аут Так как мыло Компании Пин-Аут И Классик Ванила Вот такой Замечательный Это очень Вот это именно Вариант Классик Ванила Очень приятный Запах В отличии от У меня еще один Есть Пин-Аут Тот Отрезляющий И спиртовое Содержание Очень сильное И Сам запах Такой Значит В этом бутылке 177 миллилитров Стоил он Порядка В наших краях Не буду врать По-моему Долларов 6 или 7 Что-то такое Вот За вот такую Здоровенную бутылку То есть То, что я называю Бюджетным бритьем Значит Что еще Значит Значит Наше мыло Наше мыло Уже подготовилось В принципе Возьмем Немножечко Наберем мыло В чашу Для этого Я буду использовать Вот такую чашу Свою обычную Я сейчас Буду набирать Этим помазком Сейчас Намочу Еще раз Что-то Мне кажется Он выглядит Суховато И смыливать В эту чашу А дальше Буду взбивать Пену То есть Очень достаточно Просто Смыливаем Какую-то часть Не так уж Много Мыло Я уже Как-то Это по-моему Пробовал Один раз Возможно Два Но я честно Даже не помню Какие были Результаты Но по-моему Это мыло Достойно В работе И вообще В производстве Пены И все Как мы любим То есть Помазор Вот так Поднабрался Чашу Даже Сейчас Просто Еще Соберу Остатки Чаша В принципе Пустая Вот Все Сейчас Буду Взбивать Пену Удобно Держать Вот эту Ручку Вот такой Вот Такой Формы Ручку Очень Удобно Держать Мне нравится То есть Достаточно И синтетика Достаточно Приятная У этих Помазков Сейчас Немножко Добава Водички Не забываем Что В этих Видео Мы продолжаем Тестировать Продукцию DS Косметик И Пытаемся Высказать Своё мнение Про эту Продукцию Как Оно Будет В работе Как оно Будет Вообще Сделано Чисто С Эстетической Точке Зрения И Вообще С Рабочей С точки Зрения Значит Что Мы Имеем Помазок Всё Сожрал На себя Ещё Раз Немножко Водички И вот Уже Начинает Появляться Такая Пена Но От Этого Мыла Я не Жду Пены Такой Прямо Клубистой Такой Густой Как Сметаной Ну На самом Деле Пена Уже Образовалась Я думаю Для бритья Мне хватит Планирую Сегодня Несколько Проходов Я думаю Даже Три Прохода А там Посмотрим Как Оно Ляжет Сейчас Посмотрим Потому что Для меня Бриться Т-образным Станком Это Такое Развлечение Развлечение В плане Изучения Предмета Предмета Самого Станка Потому что Один Волос Выпал Где-то Наш Красавец Хорошо Вот Одна Синтетика Выпала Пускай Лежит Я смотрю Что Основная Пена Набралась С этого Мыла То Что Смылилось На Помазок Потом Сбилось И опять Набралось На Помазок То есть Меня Это Вполне Устраивает Все Достойно Пока Все Нормально Отпустим Чашу Значит Что Я Сегодня Хочу Делать Перед Бритьем То есть Я Списался С Ромой Пастуховым Говорю Рома Как Насчет Тэшки Я решил Сегодня Бюджетно Побриться Тэшкой Он Говорит Но Ты Смелый Человек Ты Смелый Говорит Не Ссы Малыш Ну Рома Просто Малышами Называет Всем У кого Меньше 100 Кг Веса Живого Так Он Говорит Не Ссы Малыш Главное Говорит Намочить Не намочить Как он Сказал Красиво Главное Не давить На станок Первое И главное Побольше Автошейва И тогда У тебя будет Вот такое Кайфовое Бритье Ну Роме Виднее То есть Я ему Достаточно Верю Он сказал Что Не волнуйся Все нормально Как Говорится Дядя Рома Бреет Четко Поэтому Мы поверим Значит Сегодня Я хочу Вот я В эти руки Уже От воды Которая попала Чтобы не скользила Ни станок Ни помазок Ничего Я хочу Взять Эту тряпочку Свою любимую И Просто Намочить И сделать Компресс Хочу Сделать Компресс Без всяких Пришеевов Без всяких Игры Дядя Рома Сказал Что Надо Без Пришеева Пришеев Говорит Я не догоняю Ну Посмотрим Сегодня Попробуем По методу Романа Пастухова Без Пришеева На тэшечку Без Нажима С Огромным Количеством Ну Как Огромным По романным меркам Наверное Это ничего По моим Огромным Значит Хорошо Делаем Компрессик Хорошо Сделали Компрессик Поговорим О Бюджетном Бюджетном Бритье Что такое Вообще В моем Понимании Бюджетное Бритье И С чем Его Едят Потому что Я делал Различные Ролики И Называл Это Бюджетное Бритье А мне Люди Писали Паша Ну Твое Бюджетное Бритье Ты Хватаешь Бритву Которая Стоит Там Сто Двести Долларов Бреешься И Называешь Это Бюджетным Бритьем Что-то Говорит Не Сходится Хорошо Сейчас Я так Схватил Станочек В предвкушении Сейчас Начну С ним Работать Станочек Красивый Блестящий Вот Такая Ручечка Имеет Такие Грани Достаточно Приятные Он Не Скользит Что Я Ожидал Думаю Будет Скользить Нет Он Как раз Когда Пальцы Такие Важненькие Он Так Нормально Держится Но Это Мое Такое Менение Значит Сейчас Нанесу Пену И Выскажу Своё Мнение По Поводу Бюджетного Бритья Значит Любое Бритье То Что значит Бюджет Бюджет У всех Разный Правильно Правильно Но То есть Это Могут Т Образные Станки Да Любые Вещи Которые Участвуют Бритье Одноразовые Станки И Что-то Ещё И Это Складывается Бюджет То есть Нужно Изначально Исходить Из того Что Чем Мы Будем Бриться Есть Станки Конечно По 100 Долларов Есть По 200 Долларов Есть По 500 Долларов Есть И По 1000 Долларов На самом деле Сейчас Я хочу Смощить Эту Штучку И У каждого Свой Бюджет Скажем Так Но Это Не Значит Что Когда Вы Хватаете Станок За 10 Долларов Или За Доллар И Говорите Что Тот Чудак Бреется 100 Долларов Станок То Небюджет А Вот Я За Доллар Взял Это Бюджетно Это Неправильно Так Ну Что Попробуем Как Оно Как Делером Учего Не давим Просто И Все Значит Мое Мнение Такое Если Заранее Пользоваться Какой-то Какашкой То Никакого Удовольствия Или Хорошего Да Оставим Удовольствие В чертовой Бабушке Никакого Плавного Такого Легкого Бритья Вы Не Получите То Если Взять Какой-то Станок За Доллар Проскакивает Станок Быстро Забивается Щетина И Раскакивает И Говорит Что Я Взял Станок За Доллар Взял Хозяйственное Мыло 72% Еще Оставше С Советского Союза И Вот Это Очень Бюджетно Нет Мое Понимание Бюджетное Бритье Это В первую Очередь Должен Достойный Инструмент Каждый Инструмент Когда Мы Его Берем Его Произвела Какая-то Компания Которая Имеет Соответственно Свою Какую-то Репутацию То есть Есть Брендовые Вещи Которые Имеют Большую Репутацию И Деньги Берут Еще За То Что Они Они Вот Такие Крутые Бренды Я Совсем Забуд Что Вторая Сторона Это Тоже Интересно Для Меня Их Выпускают Не Миллионами Их Выпускают Тысячами Эти Вещи И Тем Самым Цена За Каждую Единицу Очень Высокая Этим Ценятся Машины Феррари Которые Собирают Вручную Выпускают Единицами И поэтому Они стоят Баснословных Денег Что касается Станков Та же Самая История Есть Станки Титана Которые Стоят Тысячу Долларов Обычный Станок Под Лезвие Тысячу Долларов Есть Обычные Бюджетные Станки Очень Высокого Уровня Немецкие Всякие Разные Но мы Ориентируемся На немецкие Сейчас Очень Много Заполонило Хорошего Качественных Станков Станков С Китая Они Как правило Делают Какие-то Копии Известных Брендов Которые Также Являются Достойными Инструментами Опять Забыл Что Вторая Сторона Тоже Рабочая Значит Когда Мы Берем Вещь За Доллар Вот У нас Роман Не даст Соврать Роман Пиши Пожалуйста В комментариях Присылал Я тебе Фотографию Или нет Я Роман Зашел В магазин И Случайно Увидел Станок Тоже В такой Упаковочке Только Что-то Другое Было Написано Станок За Доллар Вместе С Пятью Лезьями В Розничной Продаже Уже Это Меня Поразило Станки Называют Тот же Самый Роман Пастухов Называет Жестянка То есть Действительно Непонятно С какого-то Алюминия Сделаны Немножечко Покрыты Хромированы И Уже Тем Самым Уже Они Уже Имеют Как бы Способность Чего-то Там Брить И Возможно Даже И Можно Ими Бриться А Возможно И Нет Поэтому Это Неизвестно Но Самое Главное То Что Люди Пытаются И Такой Скажем Так Можно Напороться На Такую Подводные Камни Поэтому Я рекомендую Взять Бюджетному Бритью Не Спешить Можно На крайнем Случай Через Месяц Через Два Взять Станов Очень Хороший Станок Который На Который Уже Есть Много Обзоров Мнений И Всего Остального Того Же Романа Пастухова Человек Который Уже Много Станков Пробовал И Еще Будет Много Пробовать И Дай Бог Как-то Определиться Потому Что Очень Все Очень Субъективно И Все 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 Нравится Есть Станки Высокого Уровня Станки Они Все Нравятся Один Так Нравится Другой Так Нравится А Вот Эти Станки Которые Мы Пытаемся Показать Допустим Недавно Были На Обзоре У Романа Пастухова Какие-то Пластиковые Станки Он Сказал Ну Заканчивай С этими Станками Побриться Можно Если Я Не Ошибаюсь Я Не Помню Побриться Можно Но Я Вам Не Советую Станки Поэтому Я Вам Эти Станки Не Рекомендовал Вот Эти Дешевые Отталкивайтесь От Проверенных Производителей Тем Более Вы Поймите Правильно Один Станок В Принципе Вам Ну Я Не Скажу Что На Всю Жизнь Но На Достаточно Долгий Период Времени Вам Хватит Поэтому Можно Купить Что-то Приличное Ролики Которые Я записывал С опасной Бритвой И называл Бюджетное Плитье Для меня Было Действительно Бюджетное Потому Что Инструмент Это Первую Очередь Играет Такую Большую Роль Мне Приятно Было Пользоваться Допустим Какой-то Английской Бритвой И Ну Обычным Мылом Для Бритья Обычное Мыло Для Бритья Стоит 7-8 Долларов Ну Потолок 12 Которого Хватает Ну Как Минимум На Полгода И Поэтому Я Не считаю Что Это Очень Дорого Если Брать Мыло С Стоимостью Под 100 Долларов Которое В принципе Работает Как Семидоров Мыло Притом Если Люди Пользовались Мылом Трюфит Хилл Которое В принципе Как бы Когда брешься На самом деле Неважный эффект Взбилось Вот так Вот Она не Взбилась Она вот так Но Хочется Вот Какого-то Морального Удовлетворения И Получается Что Атрюфит Хилл Мыло Которое Использовали На обзорах Я не помню Название Его Она не Сбивается В такую Пену Она Делается Такое Мыло Обычное Ничего В нем Такого Особого Нету И Цена У него Разля От 30-40 Долларов До Беспощадных Сумасшедших Там 80 Долларов Ну вот Я немножечко Прошелся Первый Проходик Так Не спеша На самом деле Короткими Движениями Почему Потому что Очень густая Щетина У меня В начале Недели Я планировал Одно Видео Записать Потом Второе Потом Третье Потом Четвертое Очень короче Сошлись На бюджетном Бритье Я сам С собой Сошелся И Вот Первый Проход Сделал Мне Очень все Понравилось Вообще Как-то В обратную Сторону Сейчас Надо Идти Потому что Вот Такой Вариант Как Побрели Рому Шаветкой В Турции Вот Меня Не устраивает Знаете Это Уже Более Менее Получается Поэтому Сейчас Отложим Немножечко Умойся Продолжим Так Хорошо Все Замечательно Спрашивайся Сейчас Просто Интересно Тут Разница Для меня Есть Большая Когда Бреешься Т-образным Станком Или Бреешься Опасной Бритвой Сама Чистота Чистота Эксперимента На самом деле Интересно Сейчас Я наношу Второй Тут Я Немножечко Побыстрее Поработаю Может Какие Будут Изъяны В работе Но Как Вы Понимаете Для Меня Это Просто Как Развлечение Умение Владеть Т-образным Станком Особо Не Нужно Тем Более Вот Этот Станок Он Не Агрессивный Он Очень Мягко Идет И Многие Говорят Что Как Б Могут Подумать Что Не Подходит У Кого Там Очень Жесткая Щетина Такое Дело Подходит Не Подходит Обреть Надо Не Знаю Замечал Такие Моменты Я Как То Брелся Давно Уже Конечно И Как То Кожа Уже После Бритья Как То Реагирует Больше Чем Допустим После Опасной Бритвы Когда Ты Брест Постоянно Опасной Бритвой Все Так Лезвие Но Я Такое Выражение Придумал Начухивает Начухивает Много Раз Идешь По Одному И Месту И Лезвие Лезвие Острое Лезвие Абсолютно Новое Лезвие Коробочки Поэтому В этом плане Вообще Никто Не собирается Экономить Спокойно Ведете Себе Кто Еще Собирается Перейти На Тэшку Вот Честно Я не знаю Я Убрился Несколько У меня Есть станков Металлические В том числе Яки Мне кажется Что Вот этот Станок Он Более Человек Более Защищен От Каких-то Неловких Движений Порезал Или Чего-то Еще Там Все-таки Лезвие Вулит По-моему Больше Тут Как-то Все Защищено И Ты Бреешься Ей Вот Как Я Помню Давно Я Совсем Давно Брился Полностью Такими Не так Когда Я Добреваю Себе Виски Обычным Пластиковым Станком Я Выравниваю Все Виски Как-то Более Менее Четко Видно Чем Опасная Бритва Просто Боковым Зрением Не Видишь Бываешь Попадешь С первого Раза Вот Так Классно А Бываешь Не Попадешь Получается Надо Что-то Ровнять Так Так Узле Нос Нос Тут Немножко Проблема Потому Что Вот Эта Гарда Пластиковая Большая Вот Толстая Жирная Посмотрите Вот Вот Так Вот Видно Немножко Не дает Но Нос Оттянем Ну Вот Прошелся Второй Раз Сейчас Основное Лицо Очень Все Классно Единственное Что С Такой Большой Оброслостью Я чувствую Что Даже Три Прохода Будет Мало Ну Сейчас Посмотрим Так Ну Уже Более Менее Прилично Прилично Но Нечисто Нечисто В смысле Да Не так Как Лезвие Проходит Ну Сейчас Будем Третий Проходик Посмотрим Посмотрим Как Оно Будет На Самом Деле На Рынке Вот Очень Много Т-образных Станков Но Мне Сейчас Интересны Больше Всего Раритетные Такие Знаете Как Горят Винтажные Разные Вот Той же Компании Вилкинсон Или Я не знаю Может Другая Компания Может Название Одинаковое Вот Я тоже Так Задумался Не По-моему Вилкинсон Сорт То же Самое Там Где Вставляются Вместо Лезвия Такие Небольшие Лезвия Как бы От опасных Бритц Тоже Интересно Но Надо Во-первых Все Бэушное Надо Научиться Восстанавливать В том Пале Чтобы Заточить Правильно Эти Лезвия Сами Помазок Помазок Интересно Приобрел Форму Такую Видите Такими Красящими Движениями Очень Хорошо Работает Очень Душевно Я Честно Говоря Пользуюсь И не Замечаешь Как Ты Им Пользуйся То Есть Он Достаточно Хорошо Работает Что Ты Даже Внимание Не Обращаешь На Этот Помазок Единственное Что Руки Намочил Немножечко Скользковато Вот Эта Скользкая Ручка Получается Еще Не Мыло Туда Надо Его Немножечко Смыть Да Я Предпочитаю Немножечко Выше Помазок Потому Потому Что Я Работаю В Глубокой Чаше Я Предусмотрел Этот Момент На самом Деле Хотел Взять Но Не Нашлась У меня Более Ниже Чаша Чтобы Попробовать Как Этот Помазок Будет В Принципе Все Очень Достойно То С Красящими Движениями Абсолютно Бюджетный Помазок То Есть Я Ставлю Ссылочку По Описанию В Это Видео Под Этим Видео И Посмотрите Кому Понравится Кому Не Понравится Посмотрите Сравните Достаточно Много Компаний Сейчас Выпускают Очень Похожие Вещи Очень Похожие Помазки И Можно Сравнить Цены И Ваши Хотелки В плане Того Что Есть Желто Зелено Красный А есть Красно Зелено Синий А есть Просто Подмрама А есть Какую То Слоную Кость Сейчас Пойдем Против Роста Какими То Боковыми Движениями Так Рома Сказал Не давить Я уже Привык Как Опас Чуть 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 Надавливать Не Ну Значит Первое Мнение Вот Если Я Не буду Сейчас Надавливать На Станов В Принципе Провести Так Можно Какую То Часть Щетины Можно Сгреть И Визуально Будет Все Красиво А Вот Так Колится Вот Так Колится По Всей Поверхности Так Тупо Его Против Роста Потихонечку Движениями Это Еще Надо Иметь Выдержку И Все Рано Колится Ну Визуально Все Красиво Абсолютно Жировая Просвойка На лице Позволяет Варьировать Так Спокойно Ведешь Без Особого Энтузиазма Без Особого Давления Так Просто Придерживаешь Станочек И В принципе Получаешь Какой-то Хороший Результат Хороший Или Нехороший Ну Нет Скажем По-другому Хочешь Не хочешь А лицо Ты Начесываешь Начесываешь Ну Визуально Будет Все Симпатично И Красиво То Что Мы Добиваемся Вот Немножечко Придавливаешь Его И Кожа Становится Беленькая То есть Тут уже Лучше Пробрилось Тут уже Лучше Где Немножечко Придавил Можно Оттянуть Кожу Зараза Мыло Такое Очень Скользкое Очень Скользкое Мыло С Мыло Не Получается Такая Шикарнейшая Пена Как Даже С того Же Прораса Красного Которую Я использовал Но В то же Время Мыло Очень Скользкое Рабочее Абсолютное И Вот Это Мыло Я не Помню Сколько Он там Стоит 5-6 Долларов Может 2 Может 5 Я не Помню Где-то В этих Предилах Можно Посмотреть Это Загуглать Можно Посмотреть На Амазоне Более Реальные Цены И Тем Самым То есть Мыло Достаточно Хорошее Вот Я Говорю Мыло Которое Вот Оно Работает По Виду Лучше Чем Трюфит Хилл Заявленное За 40 Бакс Оно Стоит Ну Хорошо Блеет Хорошо Замечательно Нужно Тут Так Ну Что Сейчас Смою Лицо И Немножечко Пройдемся По Добривке Добривка Должна Обязательно Потому что Не Видно Сейчас Посмотрим Так Ну Хорошо В принципе Хорошо Но Есть Что Доработать Сейчас Я Аккуратненько На самом деле Есть Что Добривать И Дело Не В том Что Это Колется Дело В том Что Это Даже Видно Ну Когда Такая Густая Щетина Это Не Избежать Такой Вещи Все Таки Опасная Бритва Блеет Лучше Так Ну Что Бюджетное Бритье Есть Бюджетное В таком Плане Еще Бюджетное В том Плане Что Колется Колется Ребята Кожа Колется Не Знаю Это Может Быть С Небольшой Оброслостью Может Эта Тэшка Такая Сильно Мягкая Опять Ж Таким Но Она Меня Устроила Тем Что Мы Получаем Бритье В принципе Без Безопасная Безопасная Бритва Реально Свободно Бреешься Спокойно Не боишься Порезать Не боишься Ты Спокойно Ведешь В принципе Я пытался В третьем Проходе Уже Немножечко Поднажать Но В принципе Нормально Все Так Хорошо Вытерем Лицо Так Не хочу Этой Тряпочкой Вытираться Сейчас Помозочек Помозок Мне Подравился В принципе Знаете Как Говорится Если Ты Не Замечаешь Его Работы Он Прекрасно Работает Значит Он Делает Свою Правильную Правильную И Хорошую Работу Сегодня Абсолютно Я Не Замечал Я Не Замечал Но Он Прекрасно Работал Видите Красавец Какой Как Такая Роза Абсолютно Красивый Сейчас Я Его Достаточно Такой Весомый Узел И Он Достаточно Хорошо Отработал Единственное Что Мне Нравится Ручка Тоже Классная Классная Форма Ручка Поэтому Стараемся Если Выбираете Помозок Не Отходите От Классики Не Надо Извращений Вот Таких Вот Каких То Я Видел Такие Помозки Вырезанные Красиво Сделанные Но Когда Вы Вот Что Красиво Выступило Надо Сейчас Обработать На всякий случай Есть У меня Унитик Сейчас Номочу Его И Пройдемся Пройдемся На всякий случай По всему Лицу Значит Что Я вам скажу Визуально Вроде Все Чисто Но Не Настолько Чисто Как От Опасной Бритвы Вот Честно Вам Исключение Из Моих Правил Мне Интересно Было Попользоваться Теперь Мне Интересно Пользоваться Другим Станком То Есть Я Пользовался У меня Есть Такого Плана Бабочка Типа Как Болит Только Местного Разведения Какой-то Компании Не Помню Ван Хаген Компания Тоже Китайский Какой-то Станок Компания Немецкая Станки Китайские Лезвия Немецкие Тоже Я В принципе Удовольствие Как и От Сегодняшнего Брития Но Он Более Агрессивный Чем Этот Этот Очень Защищенный Хороший В том Плане Что Можно 17-летнему Пацану Дать И он Будет Им Пользоваться У него Растет Тут 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 Пять И Будет Прекрасно С Идет Там Посмотрим И Хочется Теми Которые Раньше Брился Тоже Попробовать У меня Я Отложил Японскую Бритву Хочу Тоже Попробовать Побриться Еще раз Потому Что Один Раз Попробовав Я Уже Даже Не Помню Как Это Происходит И И Испанскую Бритву Эту Филармонику Ну То То Есть Как Б Хочется Попробовать Так Ну Что Сейчас Мое Лицо Опять Душевно Душевно В плане В том Что Был Как Из Лесу Вышел Был Сильный Мороз А Вот Сейчас Уже Более Классический Вид Име То Сегодня Был Распользовать Пина Как Заявила Ранее Как Нам Посоветовал Ромчик Побольше Сейчас Побольше И Накроет А Хорошо Не Сильно Обжигает Нормально Поэтому Продолжим Мысль По поводу Станков Будет Возможность Я еще Попробую Другие Станки Особо К этому Не Стремлюсь Может Какие-то Винтажные Может Быть Какие-то Современные Может Быть Пришлют На Обзор Может Быть Сам Пойду Куплю Тут Неизвестно Как Карта Ляжет И Что Мне Взбредет В голову Хорошо Хорошо Спиртовой То Что Надо Сейчас Какие-то Две Красные Точечки Нормально Все Очень Ну Как бы Кожа Видите Белая Все Хорошо Визуально Все Замечательно Но На ощупь На ощупь Как бы Тоже Процентов На 95 96 7 Не 7 Переборщил Как Говорит Ливан 1 Извините 96 Процентов Вот То Что Надо А Вот Эти 4 Вот Где-то Вот Которые Волосы Куда-то Колятся Я Не Собираюсь Выскупливаться Я Не Такой Эстет И Меня Вполне Устраивает Но В принципе Как бы Мнение Вы Мое Знаете Но Надо Пробовать Еще Одно Средство Которое Хотел Использовать Которое Не Было Заявлено Ранее Просто Я В Последний Момент Все Так Вспомнил Вот Этот Крем Вот Взял Так Не Показал Вам Ребята Крем Крем Компании ArtRazor Который Выпускает В Украине Гель После Бритья Очень Классный Так Заходит Обалденно Может Я В тот Раз Много Положил Что Не Сильно Питался Сразу Сейчас Обалденно Очень Очень Достойный Продукт Очень Достойный Как Закончится Надо Ехать В Украину За Новой Партией Геля За Одно Может Бритвочку Прикупить Так Что Тут Многозадачная Многозадачная Хотя Вы Скажете Почта Работает Можно Заказать Но Можно Все Сделать Но Приятней Это Дело Получить Из рук Руки Так Хорошо Гель Прекрасный Заказываем Компания Артрейзер Рекомендую Вот Это Реально Классная Вещь Как И Мыло И Все Остальное Но Мне Вот Этот Гель Я Достаточно Разными Пользовался Такими Которые После Бритья Не Спиртовыми И Как То Не Очень Заходили Этот Обалденный Кожа Достаточно Мягкая Становится Даже После Всего Этих Процедур Классные Рекомендую Не стеклянная Упаковка Если Кого Это Интересует Так Ну Что Ребята Сегодня Было Бюджетное Бритье Бритье Наверное Сколько Там Денег Не Знаю Сколько Денег Считайте Сами Я Давно Это Уже Не Считаю Потому Что Все Подращенные Деньги Мы Тратим На Себя И Вкладываем Ся Мы Купили Мыло На Полгода Хватит На Год Мы Купили Помазок На Я Не Знаю Лет На Пять Точно Хватит Три Пять Десять Может И Больше Если У вас Не Один Вы Купили Авто Шейф Который 170 Миллилитров И Вам Хватит Тоже На Полгода И Считайте Каждый День Вы Потратили Двадцать Центов И Вы Не Нашкрябли Сво Лицо Какой-то Несчастной Шкрябалкой И Думайте Что Было Так Круто Бюджет На Всех Сделали И Вот Мол Так Всех Плохо Нет У Всех Хорошо Это У Вас Только Плохо Так Что Присмотритесь Подумайте Может Собрать Каких-то Денег Купить Какой-то Обзор И Посмотрите И Будет Вам Счастье И Гладкое Бритье И Душевные Разговоры Все Будет Замечательно А я С вами Обращаюсь До новых Встреч Увидимся На Следующей Неделе И Подписываемся На Канал Не Забываем Оставляем Свои Комментарии И Оставляем Лайки Лайки Это Очень Важно Это Значит Я Не Зря Потратил Время На Это Видео Всем Хорошей Недели Пока Спасибо За Просмотр Продолжение следует